Всем привет! Погнали! Первый вопрос, друзья, тема. Мужское, женское кино. Корректно ли вообще такое деление? Или это что-то вроде того, что кино людей, которые родились в городе на букву Т, например? Таганрог, Тольятти. Или в городе на букву С, там, Самара, Сыктывкар, да? То есть, ну, вообще, корректно? Как каждая из вас думает? Не знаю, как там, по кругу мы будем или не по кругу говорить. Вот у вас есть один микрофон на двоих. И у нас есть один микрофон на двоих. Вопрос такой. Вообще, как вы считаете, корректно ли такое деление? Есть ли в нем смысл? Или это просто от лукавого? Мне кажется, что, конечно, есть мужское и женское кино. Потому что есть мужчина и женщина. Это так работает. Ну, как бы расходимся на все. Ну, любой голос, когда он авторский, он выражает, он за собой тащит всю твою предысторию. В эту предысторию входит и воспитание, где ты родился, и где-то, блядь, пригодился. И в том числе он тащит за собой тот факт, что ты можешь быть мужчиной или женщиной. И мы разные, мы по-разному смотрим на мир. И, в общем, нет ничего плохого в том, чтобы кино было женским или мужским. Вот что мне кажется важным, что мы не хотим его уделить, потому что нам становится немножко стыдно. Женское – это, значит, про слезы. Оно такое мелодраматическое, такое истероидное. Вот мужское – оно такое брутальное, ну, как бы сексистское в чем-то и так далее. Но, как бы, если отойти от этих умных слов и концепций, ну, просто оно может быть с личным опытом, который может, например, быть чисто женским. Дрянь – это женское кино? Ну, да, ну, как бы, да, это женское кино. Становится ли оно от этого хуже или непонятно мужчинам? Нет, не становится. Но, тем не менее, когда мы смотрим дрянь, мы видим женский взгляд на мир. Вот я здесь и хотел спросить. То есть, если конфликт у нас не слезы и брутальность, то вот, например, то тогда какой? Или это не конфликт? Нет никакого конфликта. Мне кажется, его просто нет. Есть просто, как бы, точка зрения, она включает в себя пол. Но это, как бы, не проблема, это не делает кино хуже. Или даже, если это чисто такое, как бы, женское кино, очень мелодраматическое, очень нежное, очень, там, трогательное, где-то истерическое, я тоже в этом не вижу ничего плохого, на самом деле. Ну, как бы, мы, женщины, мы проявляемся в том числе и так. Мужчины, в том числе, проявляются через, например, силу. Они могут снять какое-то брутальное кино. В этом тоже нет никакой проблемы. Но мужчина же может плакать и быть уязвимым. И мы об этом рассказываем. Вот недавно вышел сериал этот чудесный. «Олененок». «Олененок». Вот, пожалуйста, это мужское кино? Да, мужское. Он там, как бы, брутальный? Нет, не брутальный. Но мы понимаем, что это написал и снял мужчина? Да, конечно, блин, понимаем. И в этом смысле, мне кажется, что это самое ключевое, что, да, кино бывает и женским, и мужским, но оно не работает в категориях, ну, вот таких 2D, да, как бы, оно работает в том, что твой опыт включает твой пол. Ну, как бы, и это не проблема. И этого надо перестать стесняться, мне кажется. Так, ну, короче, я долго думала, что женского кино не существует, потому что я вообще не думала, что кино кто-то делает. Вот потом, когда я начала задаваться такими вопросами, я подумала, что, наверное, оно есть. И, знаете, самым ярким примером женского и мужского взгляда для меня стала порнография. Если вы когда-нибудь видели то, как снимают взрослое кино для женщин, то вы точно можете увидеть, что женщины воспринимают мир иначе, чем мужчины, мужчины иначе, чем женщины. Вот. Может ли... Плюс, мне кажется, что, ну, на самом деле, не всегда важно, кто стоит за камерой, что, типа, если ты женщина, то ты снимешь женское кино, если ты мужик, то ты снимешь мужское. К сожалению, куча женщин подвержены патриархальным каким-то замечательным ценностям и снимают кино еще зачастую хуже, чем какие-то чуткие классные парни, которые, например, чувствуют женщин. Вот. Поэтому мужское и женское существуют точно. Но это, скорее всего, во взгляде. Тогда я не понял. То есть сейчас другое прозвучало, что если Лиза говорила, что, ну, как философское определение, что такое физика, это то, что делают физики, да, что такое философия, то, что делают философы. Позицию Лизы я понял, что женское кино – это кино, которое делают женщины, мужское кино – это кино, которое делают мужчины. Но сейчас же ты говоришь, что могут быть женщины, которые делают... Мужское кино. Тогда просто именно вопрос на понимание, тогда как в твоей голове это делится? В моей голове делится это как точка зрения. Ну, как... На что мы обращаем внимание внутри кадра или вообще в истории? Или, вот, например, мы пишем сценарий, или мы снимаем какую-то сцену, и я решаю, как женщина или как мужчина или как еще кто-то, что здесь более акцентировано, что здесь более важно. И когда у меня женский взгляд, скорее всего, мне будут интересны, например, больше крупные планы, взгляды, какие-то прикольные, не знаю, почесал детали, какие-то такие тонкости. Если я снимаю более, типа, условно, брутальное кино, то я такая перестрелки, не знаю, дай бог, общие планы и побольше кровяки. Ну, например. Вот. Но плюс женское... Это вот мы говорим на уровне, как это сделано. На уровне, типа, о чем это, то тогда я выбираю историю про девушку, и я исследую женский мир. Вы, наверное, видели свет Антона Коломейца. Прекрасный, чудесный пример, где супертрогательное кино и следующее — мир женщин. Можно ли сказать, что это женское кино? Да сто процентов это женское кино. Антон что, женщина? Нет. Антон вроде как еще мужчина. Можно два слова? Антон, кстати, делал его в... Ну, не в соавторстве, но, в общем, это наполовину история его мамы. Да, вот я ровно это хотела сказать, что есть еще чудесный этот режиссер, который умер, мой любимый, который Дикую снимал, и Большую, Маленькую ложь, как зовут его, никто не помнит. Какие-то три слова у него. Ну, короче, он снимал фильм «Дикое», он снимал «Большую, Маленькую ложь», он снимал, ну, короче, очень крутой, невероятный режиссер, который бесконечно снимал женское кино, но там важен момент, то, что он вырос в исключительно женской семье. То есть вот у меня брат вырос в исключительно женской семье, и он такой очень нежный. Ну, то есть здесь как бы имеет значение уже не его пол, а его опыт соприкосновения, бесконечного соприкосновения с женским полом. Мне кажется, вот если в соавторстве с мамой он снимал, поэтому как бы и получилось, потому что ты как бы соприкасаешься с этим женским опытом все время. Ну да. Окей. Короче, поэтому, мне кажется, ну, типа есть женское и мужское кино, но будем честны, мы все смотрим, вот у меня есть молодой человек, и мы с ним, когда выбираем фильмы, я вот, например, чаще выбираю мелодрамы, а он чаще выбирает фильмы, да, фильмы, где мужики. И все знают про эту штуку у Нетфликса, что вам, если вы указываете свой пол и возраст, и еще цвет, там, расу и что-нибудь еще, то он вам все плакатики в рекламных баннерах делает, чтобы там были девочки на экране. Ну, например, для меня. Моего плюс-минус возраста. Даже если внутри фильма будет история про мужиков. Вот мальчику, он наоборот такой, вот здесь был Брэд Питт, давайте посмотрим на Брэда Питта, это будет классное кино. Ну, это как бы сто процентов есть. Но проблема в том, что мы так... Короче, это дает некую презумпцию, как мне кажется, вот одна из основных проблем. Типа, я женщина, и я, значит, снимаю классное женское кино. Но на самом деле иногда бывает, что мы сталкиваемся с женщинами, которые снимают, по-моему, потрясающе патриархальное, устаревшее, мускулинное, ужасное кино, которое вообще хорошо бы не снимать. Я беру на себя роль душнила в этой дискуссии и ухожу далеко вдаль. Ну, в общем, понятное дело, что мы говорим про современное кино, но вообще весь этот дискурс мужского и женского кино, он как бы раньше 70-х, а точнее 76-го года не существовал. Потому что в 76-м году Лаура Малви написала эссе, в котором применила вот этот прекрасный термин female gaze, femoptica. и под этим термином она имела в виду, что когда женщина снимает кино, она очевидно снимает его по-другому. Это как раз-таки к вопросу о том, что она снимает его из-за того, что у нее другой опыт. И она будет использовать другие инструменты и обращать внимание на другие детали и темы, которые, очевидно, женщинам могут быть ближе или понятнее, или больше их волновать. Ну, то есть, скорее всего, там, если вопрос идет о теме, ну, допустим, домашнего насилия, например, там, посмотреть статистику, кто больше всего страдает, женщины, и если посмотреть, кто у нас снимает про домашнее насилие, как правило, это женщины. Ну, то есть, здесь параллель вполне себе очевидная и достаточно легко просматриваемая. Другой вопрос в том, что еще как бы в 76-м году Малви обвинили в том, что она вообще радикализировала эту историю, и разделение на мужское и женское повлекло за собой неравноправие, а еще больше разделение между мужчинами и женщинами. Хотя на самом деле, поскольку я, допустим, общалась со многими режиссерами и режиссерками, поскольку я журналист, у меня даже в голове не йокает, когда я задаю вопрос, вас в материале обозначить режиссер или режиссерка, потому что это определенная норма этики журналистка, обязан спросить, как человека указать в материале, если он о нем. Кто-то спокойно отвечает, там, меня можно вот так или мне там все равно, укажите, как хотите. Были прецеденты, когда, например, наоборот говорили, что нет, меня, пожалуйста, вот только режиссер и никак иначе, потому что здесь все упирается в лингвистику. Господи, прям жаль вас, извините. Как бы дело в том, что, в принципе, почему-то, точнее, не почему-то, очевидно, из-за определенных, в том числе, радикализированных движений, разговоров, вообще само слово «мужское» и «женское», словосочетание точнее, оно сразу как красная тряпка для многих. То есть это не очевидное разделение на темы, восприятие, психологию, то, что и так всем понятно, а это попытка как будто бы что-то доказать. То есть если мы там говорим, что это женское кино, значит, оно обязательно кому-нибудь что-то будет доказывать. Нет, оно ничего никому не доказывает, точно так же, как никому ничего не доказывает феминитив, который может быть использован в статье. Он максимум доказывает то, что язык имеет свойство меняться и отражать изменения общества и отношения общества к чему-либо. Но касаемо мужского и женского кино, оно очевидно существует. Другой вопрос в том, что когда речь заходит о мужском и женском кино, как правило, среднестатистический зритель воспринимает это как, как я уже сказала, как красную тряпку. Что если это будет женское кино, значит, оно обязательно будет либо очень там в кавычках сопливым, либо это обязательно будет про женские права, где все женщины победят. Так ли это? Нет. Потому что, опять же, если посмотреть, допустим, я была очень приятно удивлена, когда была на фестивале «Маяк» в октябре, и там превалирующее количество фильмов сняли женщины. Для меня это было удивлением, потому что я отвратительный журналист. Я сначала смотрю, потом читаю, кто сделал и как. И я даже не задумывалась о том, кто это снимал и с какой точки зрения. Потому что все фильмы были одинаково интересны своим сюжетом, тем, как они были сделаны. Они все были уникальны, но последнее, о чем вообще можно было думать, это о том, какого пола человек, который его снял. Поэтому, как мне кажется, вообще дискуссия о том, что есть мужское и женское кино, она как бы, ну, она имеет смысл, очевидно, но очень часто просто перевирается людьми, которые в этой дискурсии участвуют со стороны больше, наверное, даже слушателя, какого-то вот радикально настроенного. Поэтому мужское и женское есть, и это нормально. Вот, кстати, на ММКФ, раз уж мы заговорили, был альманах, прости, пожалуйста, был альманах, который назывался «Мужчина и женщина» или «Женщина и мужчина». Я только свой фильм смотрела. Нет, нет, я помню, потому что это был «Мужчина и женщина», потому что сразу видно, что мужчина там… «Кота». Да, да, на первом месте, потому что когда смотришь, такой, ну, понятно все. Вот, то есть, вот это, например, мужское кино, потому что смотришь и думаешь, женщина никогда ему не сделала столько шуток про то, что бабы тупые, простите за цитату. Вот. Поэтому да, оно есть. Я вспомнила классную историю, была такая в очень раннем кинематографе Алис Ги, это режиссерка или режиссер, и ее история заключается в том, что она снимала фильмы очень долго под руководством какой-то одной большой классной студии. Потом она перешла в другую студию, потом она вышла замуж за оператора, и они стали снимать совместно. Чтобы вы понимали, это прям совсем примерно ровесники люмьеров. То есть, это немые фильмы, где, например, она снимала, как ребенок родился из капусты. Так вот, в какой-то момент она обанкротилась, уехала, родила детей, что-то с ней случилось. Короче, она перестала заниматься кино. Компания, с которыми она снимала в первый раз, все ее фильмы приписали сначала ее первому мужу, потом ее второму мужу, потом просто каким-то ребятам. И как итог, мы никто не могли определить, ну, то есть, никто даже не подозревал, что это снимала женщина. Когда это выяснилось, все такие, что женщина могла снимать такое кино на уровне с мужчинами? Особенно, учитывая, что там была капуста. Да, но там были и разные сюжеты, как бы, в общем, с капустой, да, короче, с капустой мне запомнилось, но, короче, было самым странным, что люди удивились, что вообще женщина в то время могла снимать на равных кино, когда люмьеры снимали такое кино. Вот, и она очень долго, она суперинтеллигентная, взрослая француженка, у нее берут в какой-то момент интервью, и она рассказывает, ну, вы знаете, я подошла, блин, напомню, короче, критик, который написал историю кино, замечательный двухтомник, Жорж Садуль, Садуль, короче, в общем, короче, был такой замечательный критик, и вот она к нему подходит и говорит, вы знаете, вот вы присписали ему фильм другому человеку, было бы здорово, если бы вы вернули, на что он сказал, ну, знаешь, вот когда будет второе здание, я обязательно, вот обязательно это сделаю. Как итог, она подошла еще к тому же, чтобы вы понимали, в ней было очень много женственности, в ней было очень много женского, она была просто невероятная, чудесная, взрослая француженка, вот как вы себе ее шаблонно представите, в шляпке, с уложенными волосами, и все такое. И дальше она подходит к ребятам, с которыми снимала впервые, и говорит, ребят, давайте хотя бы в сборнике укажем, что это вообще-то я, но вы-то знаете, что это я. Они сказали, да, да, обязательно, как только мы будем делать второй том, мы все перепишем. Второй том не сделали, конечно, ничего не переписали, сейчас исследователи просто по крупицам, как обычно, где-то в закромах, в гаражах, чьих-то находят ее картины, восстанавливают ее память. Но на самом деле, к чему я все это веду-то? К тому, что вот, как меняется оптика, в какой-то момент мы говорим про какой-то фильм, его снял мужчина, и мы такие, да, точно, посмотрите, вот здесь вот мужское, вот здесь мужское, вот это мужское. Потом мы говорим, нет-нет-нет, стойте, это сняла женщина, и все такие, точно, капуста, это женское кино, как мы сразу не догадались. Ну то есть, на самом деле, мы не объективны в своих оценках, поэтому можно сказать, что мужского и женского кино не существует? Та-дам! Это был Жорж Садуль. Правда, субъективно. Правда всего лишь с точки зрения. Тут еще... Поддерживаю. Или ты хотела что-то сказать? Не, я хотела сказать, что в целом это все правда, кино, оно как бы общее. Я имею в виду, что меня всегда тревожит внутренне с процессом взросления. Ты что, старею? Нет, нет. Меня тревожит с процессом взросления тот факт, что, ну вот это вот, как бы отказ от какой-то большой части себя, это не очень клевая штука. Ну то есть, как бы стесняться того, что я женщина, ну как бы не хочется тоже в этом процессе. Как бы хочется говорить, я женщина. Ну как бы я пишу, возможно, женское кино, а не посудомойка. ну как бы и в этом нет проблемы. Ну вот и все. Как бы эта мысль моя была не про то, что все кино очень как бы субъективно подвержено влиянию, наличие у тебя, я не могу ругаться матом, я еще не столько выпила, ну как бы научу у тебя каких-то привычных половых признаков, а скорее к тому, что ну как бы если, ну как бы ты хочешь снимать то кино, которое будет, как тебе кажется, сугубо женским, ну делай это, это будет классно. И как бы не давив себе эту часть, из ощущения, что ну вот как бы это и так мужской мир, бла-бла-бла, бла-бла-бла, я должна, я должна, ну как бы нихуя ты никому не должна. Если Саша подхватила мой пассаж в прошлое, я его продолжу. Пожалуйста, пожалуйста. Потому что в Советском Союзе была примерно такая же история, когда, ну были женщины-режиссеры, режиссерки, которые снимали кино, но просто было некоторое предубеждение, что женское кино будет, ну не понравится массовому зрителю, поэтому на плакатах убирали букву «А» в конце, и получалась мужская фамилия. И люди приходили, а там получается, ну мужчина-режиссер, как они думали. А на самом деле, на самом деле кино было женским. А, например, вы можете прочитать в статье в журнале «Принтед», который посвящен женщинам в российском кино, потому что я сейчас навскидку не вспомню, но сейчас залезу в документ и вам скажу после следующего вопроса. Окей. Ну а если заземлиться и поговорить про профессии. Лет так 50-70 назад во ВГИКе на операторский факультет девушек практически не брали, просто потому что камеры тогда были очень тяжелыми, штатив, камера, там вот это все, это таскать, ну физически было жестко. Ну и туда прорывались. Но сейчас это уже изменилось. Но все равно же есть стереотипы, ну и не в смысле стереотипы, как что-то выдуманное, ну а правда, режиссер, он должен быть тираном, он должен доводить там, иногда, когда это надо, до слез, там, убивать коня. Останавливаться на скаку, в горящую избу, входить и актеров из нее выводить. Ты к этому, смотри, женщины могут многое. Нет, 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 я хочу еще к личному перейти. Там, критик должен там всех разбивать, анализом там все там. Что он никому не должен? Нет, ну и вопрос вот какой. Ваш личный опыт, вы как представители разных профессий, во время учебы, во время работы сталкивались ли когда-нибудь с какими-то проблемами из-за того, что вы девочки? Я, наверное, нет. Я уже, по-моему, отвечала тебе в прошлый раз на похожий какой-то вопрос. Я пыталась вспомнить какие-то сексистские штуки в свой адрес и не очень помню. Я знаю, что бывают разные вкусы, но мне кажется, это не зависит от гендера. Вот мне ни разу никто не говорил, мы тебе отказываем, потому что ты женщина или потому что ты в юбке. Но мы сейчас, кстати, нескольким режиссерам отказали на хорошо известном тебе проектах, потому что они мужчины. Ну, типа, реально, есть такая штука, что мы сейчас с Сашей делаем один проект, и он как бы нам показал, что там было бы классно увидеть режиссера женщину. И мы многим мужчинам отказывали, ну, потому что они мужчины, мне кажется, справедливость восторжествовала. Ну, типа, да. Я все, я не... Меня, ну... Ее не обижали, короче. Не обижали, да. Блин, меня тоже не обижали. Мне кажется, что как бы я видел такой тикток смешной, типа, и там какой-то нерусский мужчина смешным голосом говорит, если ей обидели, не обижайся. Вот мне кажется, если из такой исходить позиции, что, ну, как бы мир не настроен злобно по отношению к тебе, и тебе скорее как бы надо самому с собой разобраться, то, в общем, ну, начинает обижать намного меньше. Прям сильно меньше начинает обижать. Потому что оказывается, что в половинный раз ты обиделся сам. Я думаю, что существует эта штука, но я скорее сталкивалась с тем, что у меня просто детское лицо, и ко мне вообще иногда сложно относиться серьезно, потому что я все время шучу, как клоун, и как бы выгляжу, как будто бы мне 12 лет. И как бы я не уверена, что это потому, что я женщина. Скорее, потому что я ребенок, блядь. Все, ты думаешь, это весь личный опыт? Подожди, я сейчас расскажу. Короче. Нет, на самом деле это конец. Ну, то есть, как бы глобально, нет, я не сталкивалась с такой проблемой. Но я думаю, что для того, чтобы был качественный диалог на эту тему, надо реально разговаривать с операторами. Есть ли женщины-гаферы, например, хороший вопрос, я не знаю таких. Ну, как бы, то есть надо идти в профессии, где есть какая-то объективная подоплека проблемам, связанным с этим. Реально больше режиссеров мужчин, реально больше сценаристов мужчин. Но как бы вопрос, это связано с тем, что как бы у мужчин просто, как бы меньше обязанностей по дому, и они не берут, как бы, отпуск по уходу с детьми, да, возможно, это просто с этим связано. Ну, то есть, как бы, я не уверена, что это потому, что тебя не пускают в кино, потому что ты женщина, и дают тебе от ворот в поворот, как только ты снимаешь парик, и оказывается, что ты переоделся в мужчину, а на самом деле ты баба. Ну, как бы, у меня не было такой, как бы, проблемы, но это не значит, что ее не существует. Это всего лишь значит, что, вероятно, я просто нахожусь в той, ну, как бы, в той области, где эта проблема, как бы, меньше выражена. Мне кажется, так. У нас был классный мастер, Владимир Меньшов, вот, и он набрал нас с половину, 50 на 50, половина мальчиков, половина девочек, и глобально в какой-то момент у нас возник разговор о феминизме в связи с «Москва слезам не верят», который вы, наверное, все видели, потому что в какой-то момент это было такое, типа, а-ля феминизм, а потом вдруг сказали, блин, а в конце-то Катя уходит к этому попойцы, точнее, к этому пинчушки, как вообще, зачем, почему. Вот, и Меньшов нам сказал, что, вы знаете, я вообще не верю в мужское и женское, я считаю, что в каждом из нас примерно есть какие-то разные энергии, и просто, например, в актерах-мужчинах гораздо больше женской энергии, чем в женщинах-режиссеров, и поэтому, возможно, Меньшов, знаете, не глупо сказал, а очень классную и мудрую вещь, и в какой-то степени попросил нас перестать задаваться вопросом. А когда ты задал вопрос, почему мужчин больше или нет, хочется, конечно, вас отослать к прекрасному, чудесному эссе, почему не было великих женщин-художниц, и там, в принципе, все суперклассно рассказано, и становится понятно, почему их не было. И с одной стороны, потому что и готовка, и социальные обязанности, а с другой стороны, мы все понимаем, что образование, ну, во-первых, ну, да, короче, женщин, там есть статистика именно по художницам, и там очень долгое, первое открытие, пример про художность. Короче, открывают академию художниц, где начинают обучать, только через 50 лет появляется первая девушка-художница, которая там учится, а еще через 50, примерно, 60 лет туда впервые начинают вообще набирать курс женщин. И поэтому, конечно, когда на нашем потоке, вот, во ВГИКе набрали, Алисов набрал курс девушек-операторов, все просто ходили, там у нас было, условно, 5 мальчиков и 25 девочек. Классическое сочетание, обычно 25 мальчиков и 5 девочек. Вот, и, конечно, все были в ужасе, и все кричали, говорили, «Мы не снимем кино! Боже, что нам делать? Где мы найдем операторов?» Причем это говорили и студенты, и взрослые, всем казалось, что это будет ужасно. Но, как итог, я сняла фильм с девушкой-оператором, который в какой-то момент я поменяла, потому что, может, ну, потому что у меня был мальчик-оператор, но в какой-то момент я поменяла на девочку, у меня не возникло никаких вопросов. Но на первом курсе, признаюсь вам честно, я тоже ходила и думала, «Блин, а как же они камеры-то поднимут?» Но Маша мне сказала, как? Она ходит в качалку и вполне себе поднимает камеру, знаете, как бы выяснилось, что не настолько камера тяжелая, чтобы ее не поднять. Я уж молчу про всякие Sony Alpha, которые вообще подвластны любому. Но Алексу, может быть, тоже тяжело таскать, но прикол в том, что оператор не должен носить камеру, это делают другие люди, которые отвечают финансово за эту камеру, потому что если оператор начнет ее носить, скорее всего, он очень быстро устанет, а второе, он, чтобы не нес финансовую ответственность, она его не грузила. Поэтому это все только в нашей голове. Ну да, там была как раз речь про… Это эссе Линды Нохлин, и она вообще очень много говорит про женщин в культуре. Если вам интересна какая-то антропологическая, социальная сторона вопроса, то вот у Нохлин очень много работ на эту тему, и я просто буквально две недели назад пересчитывала это эссе, прямо как сейчас вспомню, там есть прекрасная фраза. Нохлин очень легко пишет, она не пытается кого-то грузить академизмом, но у нее есть прекрасная фраза, она как бы задает риторический вопрос, что ну вот, у нас же действительно там нет женщин, художниц, там великих, да, режиссеров, еще что-то, еще что-то. А потом она абсолютно на простом человеческом языке говорит «да», потому что у женщин не было доступа к образованию, к работе и еще ко многим вещам, поэтому их не было. Ну как бы два плюс два сложите и посмотрите на какую-то историю дальше собственного носа. Вот, поэтому их, собственно, и не было. А что касается режиссерки с мужской фамилией, это была Ольга Преображенская, она сняла фильм «Бабы Рязанские», который вот Теодора Драйзера, кстати, очень сильно вдохновил. Драйзер сказал, что это один из лучших фильмов, которых он видел. Вот. И, собственно говоря, а в чем вопрос был? Чего мы обсуждаем? Сталкивался ли с тем, что тебе говорили, ты женщина, поэтому твою статью не опубликуем? Нет, потому что я очень злая, поэтому не было таких проблем. Но на самом деле тут другой вопрос. Или, может быть, потому что ты хорошо пишешь? Кстати, если вы не читали Наю, почитайте, она правда очень классно пишет. А вы смотрели фильм Саши Кармаевой «Хуже всех»? Вот посмотрите обязательно. Да, вот у нас есть актриса, которая в нем снималась неожиданно вдруг. В общем, тут вопрос в том, что в какой-то момент я как будто бы застала вот этот пик слома, когда в медиа начали задаваться вопросом, где женщины вообще в целом, типа везде, на рабочих местах, в материалах, вот где они. И мы начали их искать. И я помню, как у меня было какой-то тоже то ли фестивальный сезон, то ли еще что-то. И у меня было несколько интервью с женщинами, которые там продюсеры, режиссеры и прочее. И я каждый раз, как этот инспектор гаджет, вылезала из-за угла и такая, а вас когда-нибудь травили, потому что вы женщина? И смотрели на как-то идиотку такие. Вообще никогда не было такого. И, ну как бы, спустя пятое интервью, когда ответ был такой же, я такая, блин, по-моему, мы как-то не так воспринимаем ситуацию. То есть как будто бы, как будто бы то, что их не было раньше, действительно зависит вообще не от того, что есть внутреннее, на сегодняшний день, это важно, типа на сегодняшний день, действительно у многих уже нет этого стереотипа, что женщина снимет, но хуже, чем мужчина. Нет. Вопрос в том, что действительно... А вот у прекрасного шоураннера Лизы даже наоборот есть понимание, что женщины снимут круче. В общем, если вы не видели проекты Лизы, я тут прорекламирую Лизу. Мне кажется, это тоже, ну как бы, объективно, что если есть темы, которые женщины или мужчины могут понять лучше, то, скорее всего, действительно, тут дело как бы даже не в, ну там, не в поле режиссера, а в его опыте. И вот просто сейчас же выходит, по-моему, вчера, сегодня четверг, сегодня, выходит последняя серия «Обоюдного согласия» Валерии Гай Германики, и это как раз таки сериал про домашнее насилие. И это уже второй сезон, который она снимает, и все такие, вау, Валерия Гай Германика, которая постоянно снимает провокацию, вот это круто, что она взялась за такую тему. А неделю назад у нее вышло интервью на кинопоиске, и все такие, и что происходит? Потому что в этом интервью она вообще сказала, что она устала снимать вот эти женские штучки, что ни в коем случае нельзя ее называть отвратительным словом режиссерка, и что вообще ей все это неинтересно, но при этом она удивительным образом сделала хороший сериал, который действительно там до последнего мало того, что держит в напряжении как жанр, ну, как жанровая история, но при этом очень хорошо отображает саму проблему, потому что мы смотрели первые две серии с работницами фонда «Сестры», и они вышли после просмотра, и как бы две из них плакали, они говорили, мы же, ну, как бы, мы сталкиваемся с этим каждый раз у наших клиентов, и здесь настолько все четко передано, а потом выходит интервью Гай Германики, которая перечеркивает вот так практически. Ну, она же любит провокации, что ты от нее хуя? Ну, да, конечно. Я тоже держала себя в руках, чтобы это не сказать, во-вторых, мне кажется, она намного сложнее, чем то, что она просит не называть себя режиссеркой, но вот можно посмотреть... Да нет, дело-то не в этом, просто... Ну, да, да, да. Мне просто, сори, это не к тебе лично, как бы, это самое, но просто... Просто меня начинает, как бы, в какой-то момент раздражать, когда все такие, и ты должна, блядь, оправдывать вот то, что... Вот ты сняла про домашнее насилие, ходи, ори, что ты феминистка, ходи и поддерживай это, ходи и носи это, ходи и делай это, блядь, можно я буду делать, что я хочу? Ну, как бы, можно у меня будет какая-то своя позиция, как бы, на все вообще? И мне кажется, что Гайя Германика в этом плане, во-первых, реально, провокатор шатающий, во-вторых, очень хорошее интервью с Собчак, она, как бы, достаточно такая... Ну, она глубокая девчонка, она, как бы, сложно устроенная, может, не самая приятная местами, но мне кажется, то, что ей не нравится называть себя режиссеркой, вообще не значит, что она не может делать классное кино. Ну, то есть, знаешь, как бы, одно другому просто не противоречит. Не-не-не, оно не противоречит ни в коем случае, просто тут вопрос в том, что в любом случае есть вот это, ну, как бы, я сейчас говорю больше про какое-то поверхностное восприятие, типа, первое касание зрителя, который посмотрел, у него складывается определенный образ. Просто я почему-то вспомнила, у нас была рецензия на обоюдное согласие, и я клянусь, в тот же вечер, после того, как вышло интервью, мы в фильм.ру говорим режиссерка, вот как бы так сложилось в редакции. И я в тот же вечер захожу, а там в комментах написали, исправьте в материале, она попросила не называть ее режиссеркой. Ну, классно. Мы не исправили. Этот сериал монтировала прекрасная девушка Аня Крутий, и если мы уж говорим о стереотипах и вот мужской и женской в кино, то стоит вспомнить, конечно же, про монтажеров и режиссеров монтажа, которые считали всегда, что это женская кропотажа, трудливая работа, чтобы вот так вот ножничками, ну, не ножничками, вот этим аппаратом аккуратненько вырезать, склеить, и нужна аккуратность. Вот женщины в этом сильны. Мужчины, как бы, видимо, не обладают мелкой моторинкой, руками, да, они у них растут непонятно откуда. Короче, но прикол в том, что режиссер монтажа на самом деле это, ну, не просто склеил, срезал, склеил, срезал. Это всегда обсмысление всего материала, и то есть, в принципе, как мы понимаем, история кино показывает, что женщины готовы держать объем фильма, монтировать внутри сцены, и возможно, на самом деле, это моя гипотеза, возникшая сейчас здесь, возможно, мы в фильме всегда видели женский взгляд, потому что иногда женщины, ну, как бы, собирают этот фильм, и, возможно, бывает гораздо больше, на самом деле, женского в кино, чем мы себе предполагаем, только из-за того, что режиссер и монтажер сидят вместе, и они это делают, и там, мне кажется, возникает какая-то сингери энергия, и они там как-то варятся, короче, колошматятся. Да, снегери, снегери. Ну, про операторов мы с Наташей Макаровой говорили, тоже вроде все в порядке, поэтому, видимо, действительно. Окей. Я очень быстро три слова, просто такую мысль закончила, если обидели, не обижайся. Я вообще заметила, что, ну, вот, я в какой-то момент тоже писала там пост про то, что как бы, ну, короче, есть очень много, есть такая группа сценаристы России, там с большой буквы все, где-то в Фейсбуке она обитает, там, короче, сидят сценаристы России. Фейсбук запрещен на территории РФ. значит, в нашей стране организация, вот это вот все. Значит, на неком сайте, начинается на Фе, короче, есть такая группа сценаристы России, все с большой буквы, туда очень трудно попасть, нужно показать титры описательно свои, ну, как бы, у меня подруга попала, я даже не пробовала, не почувствовала себе силы для того, чтобы бороться, ну, как бы, за это. И вот, когда ты проходишь около 56 проверок, там, тебя бьют ногами, там, спрашивают вопросы, типа, что писал, ну, не знаю, короче, очень долгий путь проходит, чтобы попасть к сценаристу, в Мекку, сценаристы России с большой буквы, там обнаруживается 100 человек, которые по кругу обсуждают, что у них воруют сценарии, ну, как бы, больше там не обсуждают, ничего, поэтому они их никому не показывают, держат их в столе, потому что все их бесконечно воруют. И вот там просто Мекка, вот этого, вот, как бы, меня обижают, меня притесняют, жизнь несправедлива, у меня все суровали, я написал, как бы, ну, не знаю, что кроме Титаника есть, какие фильмы, срочно помогите, вся Апокалипсия сегодня, потом его снова украли, потом им писал Аватар, это ебаный Кэмерон, ну, как бы, там, короче, вот такая атмосферка, и как бы, какой вывод из этого всего можно сделать? Никто из этих людей не работает в кино, ну, как бы, просто никто из них не пишет сценарий, потому что вся их энергия уходит на то, чтобы сидеть в группе в Фейсбуке и бесконечно обсуждать запрещенные в России организации на букву «Ф» и бесконечно там обсуждать, как несправедлива к ним жизнь. Поэтому, как бы, моя такая мысль, что вообще, если ты очень много отдаешь энергии мыслям о том, как тебя бесконечно обижает и притесняет жизнь, и какие еще поводы, почему у тебя все плохо, ну, как будто бы у тебя не хватит энергии на то, чтобы думать о том, почему у меня все хорошо, и как мне сделать так, чтобы быть счастливым. Вот. Такая мысль, конец. Мы против рессентимента. Да. Вот что интересно, я сейчас подумал, вы вспомнили германику, вспомнили эссе, почему нет художниц, а вот по жизни, я не знаю, может быть, это вы готовились к нашему разговору, или по жизни вам важно, ну, ты сказала, что когда выбираешь фильм, тебе интересно мелодрама, а молодому человеку что-то другое. Про пациентчик. Но я имею в виду, вот какие-то ориентиры, какие-то культурные образцы, какие-то герои или героини, вот какие-то любимые фильмы, когда вы для себя это формулируете, вы задумываетесь о том, мужское это, женское, для вас важно, что это Асанова или Шпаликов, или это, ну, или нет? Ну, наверное, нет. Но однажды я проходила какой-то курс по психологии, принятию себя или чего-то там такого, короче, и, значит, там было задание, есть ли у вас ролевые модели женщин, которые вы вот так бы сходу сказали, или у вас есть ролевые модели только мужчин. Ну, и, конечно, я выяснила, что у меня есть ролевые модели только мужчин. Вот, потом я начала искать ролевые модели женщин, даже нашла несколько фотографий женщин-режиссеров. Вот, но, если говорить честно, в моем детстве, я потом подумала, что, блин, наверное, странно, что у меня нет ролевых моделей женщин, а потом я подумала, блин, в детстве ролевых моделей режиссеров моей как бы тоже не было, но ничего, как-то я здесь оказалась и подумала, что может, и не так важны эти ролевые модели. Вот, сейчас я, конечно, ну, обращаю больше внимания, но я, наверное, просто на имена режиссеров. Мне кажется, когда ты в детстве смотришь фильм, ты просто такой «А, мне нравятся дрины, девчонки, классный фильм, ура, сёстры Олсен, или что-то в этом роде». Короче, ты смотришь просто потому, что тебе прикольно. Вот, а потом ты взрослеешь. Дрины, девчонки и сёстры Олсен, это всё женщины. Да-да-да, ясно. Так я тебе говорю, ну да, вот, ну да. И глобально, короче, в общем, глобально нет, я задаюсь, поскольку, поскольку, мне интересно просто, кто это делал. Вот, иногда мне бывает очень обидно, когда я вижу какой-то фильм, но это, видимо, моя боль после ММКФ, я так понимаю, когда женщина снимает кино, а ты думаешь, что это снял какой-то взрослый, патриархальный, ужасный мужчина, вот, и лучше бы этого не делал. Вот, но короче, обычно я не задаюсь вопросом. Фильм называю, ну, там одно слово на букву «Л» скажи. Не знаю. Блин. Ну ладно, я потом тебя спрошу, что это за фильм. Не под камеру, на, я не под камеру. Хорошо, давай после. У меня есть подозрения. Ну, у меня просто, наверное, профдеформация. Я очень, ну, я не могу сказать, что я вообще обращаю внимание, там, на то, какой пол у человека, который снял это кино. Кино вообще в целом. Нет, ну, понятное дело, что, как бы, когда ты смотришь «Барби», ты такой, ну, это, как будто бы даже очевидно. Но вопрос даже не в этом. То есть, конечно, они столько про это рассказывали. Мне кажется, ну, это действительно вопрос профдеформации, когда ты начинаешь залезать скорее в карьеру режиссера, создателя, и тебе гораздо более невероятным кажется факт, что там, я не знаю, вот у нас есть режиссер, его зовут Ваня Петухов, и он в 22-м году, по-моему, выпустил триллер, Ваня называет это пост-хоррором, но у нас очень долгая дружеская дискуссия на этот счет, который называется «Сестры». И это фильм, как бы, действительно, там, близкий к триллеру, к фильмам ужасов, он про домашнее насилие. У нас в России не было фильмов ужасов, тем более пост-хоррор, такого, как бы, элевейтед хоррор, тем более, про домашнее насилие. И когда я залезла посмотреть, что делал Ваня до этого, Ваня писал сценарий трех частей «Елок». Я просто... Хорошее кино. Да, и типа на третьем интервью, когда уже мы более-менее, ну, познакомились, я такая, Вань, ну, какого хера, типа, как тебя занесло сюда, и почему ты это делал? И это гораздо интереснее, потому что, как мне кажется, ну вот, или, например, на ММКФ есть фильм «Семь черных бумаг», и там режиссер, к сожалению, я не помню имя, но он тоже занимался созданием типа комедии, фильмов, сериалов, а-ля там для ТНТ, для СТС, и потом бац, и он снимает абсолютно как бы невероятно визионерское кино про 42-й год и детей. А можно тут быстро сказать? Да, можно. Вот анализировать фильмографию людей в России с мыслью, что это, блядь, выбор? Ну, нет. Ну, тебе просто надо кушать, ну, то есть, как бы, это так и работает. Нет, это понятно, что людям надо кушать, но все-таки, если мы говорим там про последние, ну, хотя бы 10 лет, ну, типа, ну, давай так, за последние... Надо кушать 10 лет. Ну, нет, я понимаю, но за последние 7 лет в любом случае проектов стало сильно больше, поэтому в любом случае, когда как бы ты, ну, когда ты видишь вот в этот... И не везде тебя берут. Конечно, но все равно в любом случае... И все меньше и меньше, и ты снова хочешь кушать. Когда у тебя есть выбор, это прекрасно. Иногда выбора нет, но при этом периодически люди действительно, как бы, сначала интересуются одной темой, ну, типа, я как бы не свои слова, я сейчас передаю слова, общую сборку. Вот, как бы, сначала у людей тоже есть такое ощущение, что выбора нет, скоро рассвет, типа, я могу писать вот это и больше ничего. Вот, а потом как-то внезапно оказывается, что могу, и даже это можно экранизировать. То есть, мне кажется, это вот эти, как будто вообще во всей этой дискурсии есть одни большие шоры, которые нам что-то запрещают. Спасибо. Хочешь, забери. А потом выясняется, что можно это все делать, и можно как-то смотреть и не думать о том, а кто конкретно это снял. Вот. Наверное, вот так. Что там, в чем был вопрос? Думаете. Смотрела ли я анализирую? Да, да, да. Я не знаю. У меня, как бы, все, мой путь, ну, как бы, в кинопросмотре начался с того, что, боже, это история, которую я рассказал уже миллион раз. Короче, значит, я поехала в Лондон с папой вдвоем, мы поехали почему-то, и он не знал, чем меня занять, потому что им надо было уйти навстречу. И он позвонил маме и говорит, что сделать, как бы, чем занять ребенка. Она говорит, ну, поставь ей какое-нибудь кино, добрый детский фильм. Мне было лет, ну, семь, наверное, или там, восемь. И папа выбрал для меня добрый детский фильм и поставил мне трейнспоттинг. И мне очень понравилось, на игле, если что, и мне очень понравилось это доброе детское кино, как бы, я была в восторге, особенно от мертвого ребенка, который ползает по потолку. Анализировала ли я сняла эту женщину или мужчину? Мне было по кайфу. Вот, и поэтому мама, как бы, на следующий день, когда он повторил вопрос, сказал, пожалуйста, господи, добрый детский фильм. И папа такой, окей, окей, я понял, Мулен Руж. Ну, и, как бы, это, ну, мне кажется, это сформировало меня, как человека, где-то между Дэнни Бойлом и, как бы, где-то между трейнспоттингом и Мулен Ружем. Но, здесь важно, как бы, что Мулен Руж, это, в принципе, мелодрама. Да, это, как бы, этот самый, как его зовут, как бы, помогите мне, Люк, не Люк, как его, Бессон, да не Бессон, кто Мулен Руж, как его зовут? Помоги, как его зовут? Никто не помнит, как его зовут, господи. Погугли, как его зовут. Он это, Элвиса теперь снимает и вот это вот все. Ну, короче, некоторые режиссеры мужского пола. Мне кажется, вот и ответ на вопрос, гуглишь ли ты, кто снял, он или она. Нет, это актер, спасибо большое. Нам нужен режиссер Мулен Ружа. Он Бас Лурман. Вот. Короче, Бас Лурман, это тоже мужик, но это, ну, как бы, и главный герой там мужчина, но это достаточно такая, как бы, про любовь все-таки история, она достаточно нежная по своей сути, как бы, хоть и чахоткой все сдохли, но, как бы, она нежная, как бы, где-то там внутри песни поют, опять же. Ну, как бы, на игле это очень, как бы, такое, как бы, брутальное мужское кино. И вот, как бы, я не анализирую, когда смотрю, но с тех пор у меня все-таки, как бы, когда я уже, то есть, как зритель я воспринимаю любое кино. Для меня не важен пол и, вот, как бы, создателя. А как профессионал, все-таки, когда я повзошла, я ориентировалась на женщин. То есть, я помню, что когда я только начинала писать сериалы, я мечтала, значит, я влюбилась в сериалы «Измены», и их написала, как бы, Даша Грацевич, чудесный сценарист, и я мечтала быть, как Даша Грацевич. Потом я посмотрела «Дрянь», и я мечтала быть, как Фиби Уоллер-Бридж. То есть, в принципе, у меня, как бы, ну, женские ролевые модели, вполне себе, я их легко нахожу. Они существуют, но мне, потому что, наверное, просто очень нравится женский взгляд на мир. Вот женские истории, и мне нравится их писать, и поэтому, как бы, такие авторские, то есть, не просто со слезой, да, вот эти авторские женские истории, они мне очень нравятся, с интересными героинями, мне хочется делать такое, поэтому я легко нахожу женские ролевые модели. Наверное, если ты хочешь снимать как бы, что-то чуть-чуть другое, то ты, ну, и не обязательно должен ориентироваться исключительно на женщину. Я вспомнила, когда я защищала диплом, у нас был важный, короче, важный этап защиты диплома, чтобы у тебя был человек, который даст тебе рецензию на этот диплом, и мне очень хотелось, чтобы это была женщина. И я начала в голове перебирать, кто же, кто же, и помню, дописалась в запрещенной вот этой вот, где она вам говорила, на букву «Ф», вот, значит, до Дарьи Жук, и у меня вот где-то хранится рецензия от Даши Жук, и мне было очень приятно, и мы как раз спелись на том, что, я говорю, мне очень важен женский взгляд, несмотря на… Она говорит, ну, у меня же всего один полный метр, и это не так пафосно, как мне предлагали взрослых, и там вот с не очень известными, не очень прикольными фильмами, но как бы мужчин. Вот, я сказала, что мне суперважен женский взгляд, это было какое-то классное и трогательное, она там где-то между съемок посмотрела, мой короткий метр, что-то мне написало приятное. Вот. Окей, перехожу в режим блица уже, чтобы еще люди из зала смогли задать вопросы. Мой любимый вопрос про образование, Саша, ты на него уже частично отвечала, но чего? Вот в зале сидит девушка заканчивая или смотрит Ютуб еще незапрещенный, смотрит на вас такие потрясающие, красивые, умные, талантливые и думает, тоже хочу вот так же. Чего ей делать? Поступать ей во ВГИК, поступать ей в индустрию, поступать во Машинка или получить нормальную профессию, филолог, литератор, экономист, кинолог, нефтяник или вообще не надо ни в какой вуз идти, а просто с аттестатом устроиться на площадку, приносить кофе, подметать полы, что угодно делать, чтобы познакомиться. Что бы вы посоветовали этой девочке? Я знаю, что у нас с Лизой очень разные взгляды на это, поэтому я расскажу вам свой, а дальше отдам Лизе. Короче, что, я за высшее образование, я топлю за него всегда везде, возможно, потому что у меня их два и мне кажется, что это были лучшие, вообще лучшее время моей жизни. Причем, но на самом деле все зависит от того, сколько лет этой девушки, все супер индивидуально. Если это ребенок, ну плюс-минус подросток, школьник, выпускник и школа, конечно, я посоветую вуз, конечно, я посоветую какое-то высшее образование, которое даст систему в голове, которое даст связи и знакомства, особенно, если это девушка из другого города, потому что, ну, в конце концов, в общежитии, если подводить итог прошлого моего вступления. Вот, и если это уже человек с высшим образованием, тогда бы я скорее сказала, что это курсы, потому что представить, что даже, хотя в то же время, вот я в 22 пошла во ВГИК на режиссуру, и режиссером, мне кажется, было окей, второй, выше, еще пять лет там вариться, репетировать с актерами, бесконечно репетировать с актерами, еще раз репетировать с актерами, ставить какие-то дурацкие отрывки, которые меня ужасно бесили, и мне казалось, зачем я этим занимаюсь вообще, я же хочу снимать как Гадар, какие, блин, какая дурацкая сцена, почему здесь пенопласты, мы что-то там вытворяем, вот, но вот эта работа с актером, организация, как мы красили этот павильон, как мы делали макет этого павильона, мне кажется, этот опыт невозможно получить нигде, кроме, условно говоря, вот учебных заведений, я так обобщу, учебных заведений, где есть возможность именно съемок, где строятся павильоны, и где у тебя есть возможность снимать в этом павильоне, где у тебя есть защита курсовых, это обязательная часть, хотя во ВГИКе это не так обязательно, короче, режиссером, мне кажется, во-первых, у тебя должно быть просто гуманитарное образование, потому что ты не можешь быть совсем не начитанным, но тут мне привет передаст Херцог, и скажет, что как бы вполне себе нормально, в то же время я посмотрю на моего любимого Гадара, и он мне скажет образование, еще раз образование, короче, все супер индивидуально, но я бы посоветовала куда-то пойти, вот, и практика на площадке, честно говоря, я не вижу смысла режиссеру практиковаться, мой опыт показывает, что я не вижу смысла носить кофе на площадке, если ты хочешь стать режиссером, может быть, ну, полгода, наверное, если ты вообще ничего не вкуриваешь, но вообще это вряд ли научить тебя какой-то великой режиссуре, кто-то говорит, что это дает связи, знакомства, но ты можешь оказаться на такой дурацкой площадке, на которой ни связи, ни знакомства, тебе надо на детской относить кофе там детям, короче, в общем, ты можешь оказаться на каком-то там достаточно слабеньком, там, сериале, и это будет все бессмысленно, вот, ну, и нигде, ни одна профессия тебе не заменит вот эту штуку, ну, режиссер для меня это чувак, который, чувиха, девушка, парень, короче, безгендерное вообще существо, это, короче, кто собирает очень много энергии, и он делает это на протяжении достаточно несколько раз, он сначала собирает эту энергию в сценарии, благодаря команде сценаристам, там, шоураннерам и продюсерам, потом он выходит на площадку, он собирает эту энергию благодаря актерам, он все это связывает, соединяет, а потом они садятся с монтажером, у вас хаос этих сцен, вы опять это собираете, и мне кажется, ни одна профессия, кроме спорта в детстве, вот я посоветовала бы совсем маленьким отправиться в спорт, желательно в командный, там вам выдрисуют дисциплину, и на самом деле натаскают на то, чтобы вы пытались добиваться своих целей, вот эти, мне кажется, на самом деле, вот если про детство, если вы вдруг хотите вырастить режиссера, возможно, надо отдать его в командный спорт, где он такой, я буду чемпионом, вот, короче, образование, образование, еще раз образование. Слушай, у нас не очень разные, у нас очень похожие позиции, просто если, ну, как бы, к тому, что у меня нет высшего, это не потому, что я против, потому что не получилось просто, не вышло, не срослось. Короче, я учусь всю жизнь, так-то, просто вопрос в том, что вот папа мой, он пошел, поступил на журуфак, не закончил МГУ, потому что он уже работал очень плотно, и, в общем, как бы, не захотелось, и не было такой возможности, а мама у меня очень академическая, у нее несколько высших образований, она каждый год заканчивает какую-то новую проблему, какую-то новую проблему создает, заканчивает какую-то новую программу, и, как бы, для нее все мы, ее дети, трое, это, как бы, испытания, посланные с небес, потому что я была первым, кто, как бы, пошел, поступил, не закончил, ушел, значит, брат мой с трудом большим закончил школу, а сестра моя, ну, как бы, там вообще, ну, короче, но, в целом, я, конечно, поддерживаю высшее образование, если оно нужно, если, как бы, получается, бла-бла-бла, но мне кажется, что здесь самое важное, что если это твое, то ты все равно будешь учиться этому всю жизнь, просто не факт, что ты поучишься этому 4 года, условно, в высшей школе, там, или в Афгике, а потом такой, все, я все, блядь, умею, нет, это не так работает, но, как бы, то есть я сначала поучилась в Англии, просто на другую профессию, я вернулась, я поступила в одну киношколу, я закончила, на следующие курсы, на следующие курсы, и я бесконечно это делаю, если почитать это в эквиваленте часов, я думаю, это получится на несколько высших образований, но, как бы, просто вопрос в том, что конкретно, когда я вернулась, там, в 20 с чем-то из Англии, я поняла, что, как бы, мне нужно пересдавать ЕГЭ, 4 года сидеть в Афгике, я не захотела этого делать, и пошла в киношколу, но это вообще не значит, что я не учусь, я считаю, что это, как бы, ты любому делу повышаешь мастерство, за счет бесконечного обучения, просто оно не обязательно будет, ну, как бы, центрировано в одной конкретной точке, да, как бы, в одном конкретном ВУЗе, но, как бы, если это получается, если это интересно, ну, если это, как бы, твой путь, надо, конечно, учиться, вообще надо постоянно, и в том числе, это часы практики, ну, то есть, я очень много просто работаю, ну, как бы, и поэтому у меня что-то получается, а если ты, как бы, приходишь такой в киношколу, и говоришь, а теперь научите меня быть классным, то можно просто принести свои 600 тысяч мне, я с удовольствием их потрачу, намного полезнее, ну, то есть, тебе надо приходить с ощущением, что я сейчас буду брать, не как бы, не что мне будут давать, а что я прихожу, и сейчас буду прилагать усилия к тому, чтобы брать, и мне кажется, так, ну, как бы, в любом месте, но я считаю, что, как бы, просто вообще на шару после школы идти на площадку, это, ну, как бы, достаточно бессмысленная акция, потому что тебе надо, правда, куда-то прибиться к комьюнити, мне кажется, что мне дали все эти киношколы, это комьюнити, то есть, все люди, с которыми я сейчас работаю, с которыми я дружу, с которыми я строю какие-то отношения, рабочие или личные, 99% из них появились у меня в рамках обучения в киношколу, это реально комьюнити, как бы, ты приобретаешь контакты и связи, если даже не связи с преподавателями, которые дадут тебе работу, то, по крайней мере, с людьми, с которыми ты дальше будешь, как бы, сделать проекты, поэтому, ну, в любом случае, куда-то идти надо, просто, ну, как бы, если, ну, например, как бы, не хочется получать высшее образование, окей, можно пойти в киношколу, окей, можно пойти на какие-то курсы, ну, короче, можно придумать, чем себя занять, но чем-то занимать себя, кроме хождения на площадку с кофе, ну, как бы, надо, конечно, да, 100%, я как раз-таки отучилась на журфаке МГУ, который был упомянут сейчас в СУЕ, и, ну, у меня была такая история, я вообще не знаю, есть ли резонный рассказ, потому что вроде речь про режиссеров, но я все равно расскажу, дело в том, что действительно, как бы, как уже вот, ты сказала, у тебя папа учился на журфаке, и не закончил, потому что работал, вот я на третьем и четвертом курсе, просто не дадут мне соврать мои знакомые, потому что я каждый раз с ними виделась, и говорила одну и ту же фразу, я не понимаю, нахрена я пытаюсь закончить этот вуз, если, ну, как бы, вот, ну, я уже работаю по профессии, и более того, работаю по профессии достаточно успешно, и периодически там, ну, типа преподов под меня в универе, как мне поможет диплом, я не понимаю, и дело в том, что у нас в принципе образование построено таким образом, что ты выбираешь либо образование, либо практику, и у небольшого количества людей получается их совмещать, у меня очень многие мои знакомые из универа, с моего курса, все четыре года посвятили себя учебе, они вышли с этой учебы, и такие, хорошо, а что дальше, потому что за четыре года обучения на журфаке не было ни одной пары, на которой нормально бы рассказали, как прийти в редакцию и попросить, ну, типа, возьмите меня автором, что для этого нужно сделать, это рассказываю я на своем практикуме, записывайтесь, как говорится, но, действительно, как бы образование, это супер круто, потому что у нас была, она есть сейчас, как бы, она все еще декан факультета журналистики, по фамилии Вартанова, она нам в первую встречу, вот всему нашему курсу, сказала прекрасную фразу, журфак даст вам ровно столько, сколько вы захотите взять, и я с этой фразой шагала все четыре года и успокаивала этой фразой себя, когда в очередной раз там не читала доисторическую литературу, потому что мне конкретно в итоге никак не помогло изучение древнерусской литературы, ей-богу, жду этого дня. Всем помогло. А почему тебе не помогло? Мне вот очень помогло. Ну вот видишь. А Баше помогло. Да, как бы вопрос в том, что действительно, как бы, мне кажется, эта история с тем, что когда ты заканчиваешь школу, опять же, единицы знают, чем они хотят заниматься. Я просто кроме как писать ничего не умею, у меня выбор был маленький очень, вот журфак тут, журфак там, все, как бы выбор небольшой, но при этом сейчас я понимаю, что магистратуру я хочу заканчивать вообще по другому поводу, который мне интересен, но он как бы дополняет мои знания и будет полезен мне как спецу, потому что он может расширить горизонты. Задача образования – не сделать из вас невероятного спеца, а дать вам те горизонты и те знания, которые вы можете использовать. Спеца из вас вы можете сделать только самостоятельно, потому что очень многие почему-то считают, что там практика в универе может реально дать вам карьерные возможности. – Может, может, извините. – В их случае, да, а в нашем нет. – Но в ГИК тебе платят деньги за это, ну как бы за твою рекламу в ГИКа и высшего образования, признавайся. – Это другое, что называется. Вот, поэтому все зависит от человека и от того, как он использует свое образование. Я думаю, образование – это круто ровно в тот момент, когда ты понимаешь, зачем оно тебе, и можешь его как-то применить. Готовимся к вопросам из зала. У нас еще есть какое-то время. Последний вопрос, можно коротко. Бог с ним, с мужским и женским кино. – Уже давно, по-моему. – Да. Но давайте, но все равно без развлечения сложно. Давайте хорошее-плохое. Несколько критериев хорошего фильма, как вы для себя. Ну, потому что здесь у нас были авангардисты из космосфильма Тихон Пендюри, но мы с ним спорили долго, что фильм – это все вот такая позиция. Вот ты включил камеру, вот так вот провел, это уже фильм. Я встречался с такой позицией, мне она не близка. Если вам тоже эта позиция не близка, то вопрос, как вы для себя профессионально или лично тоже… А может быть это… Кстати, одно это и то же или разное. Как вы для себя отличаете искусство от графомании? И после этого вопросы из зала. Я спущусь с микрофончиком сюда и вопросы из зала. Завелась в улыбке, что я отвечаю первое. Короче, я точно разделяю личное и профессиональное мнение, это прям 100%. Я даже стараюсь делить кинопросмотры, если они утренние, то обычно это больше по работе, если это вечерние, то это можно такое что-то веселое расслабиться. Вот, но часто это не работает, потому что утром я обычно читаю книжки. А личное я разделяю торкнуло-не торкнуло и тут вот прямо отключаешься, ты можешь, точнее, ты отключаешься от того, как это сделано, ты подключаешься к просто переживанию и ты проживаешь чужую жизнь. Если ты ее прожил, то для тебя это суперкруто, мне кажется, ничего нового я тут не скажу. А с профессиональной точки зрения я вообще перестала делить на хорошее и плохое, потому что, ну, во-первых, у тебя, чем выше ты заходишь, тем больше у тебя знакомых делают это самое кино и ты тем больше на самом деле подключаешься к... Короче, после первого дебютного полного метра я поняла, с каким ужасом и вообще как сложно сделать на самом деле фильм. Вроде в Афгике тебе об этом говорят, но потом ты такой «Я, блядь, понял». Наконец-то, вот, да, до меня дошло и когда я сейчас смотрю сборки своих друзей, режиссеров, я стараюсь всегда видеть что-то, что они как минимум хотели сказать, чтобы улучшить это и чтобы как-то это помочь им что-то доправить, а не просто подойти и сказать «От это ты лошара, ха-ха». Вот, при этом я вижу вот даже на вот этих обсуждениях черновых сборок, это на самом деле даже, ну, примерно вам всем известные ребята, там встречается другая точка зрения, которая считает, что надо затопить на этапе, блин, черновой сборки, сказать, что вот это плохо, вот это нехорошо, вот это нехорошо, и вообще ты снял говно, чувак, давай-ка соберись и вот в следующем фильме сделаешь лучшее. Ты такой сидишь и думаешь, блин, вот я бы после этого просто пошла и нафиг повесился, какой следующий фильм, мне с этим-то что делать? Вот, и ты такой, ну, зачем, а главное, не очень понятно, зачем, зачем чувак мучился там, теперь ты дал ему по щам и точно в монтажке теперь придет и такой, ну, все, ребята, с новым и радостным лицом я сделаю хорошо. Короче, вот, и с профессиональной точки зрения мне супер, я делю на то, что есть технически хорошо сделанные и какие-то классные находки, это практически в любом, на самом деле, фильме можно выцепить, даже в самом дурацком, который тебе супер, например, как человеку не близок, то есть, вот, всех валили бобров на ММКФе, это какой-то странный кринжовый фильм, но я не смогла его пойти смотреть, потому что я знала, что это вот прям совсем я вот такое не смотрю, вот, но при этом я думаю, что если бы я туда пришла, я бы тоже обнаружила какие-то классные ходы, вот, с профессиональной точки зрения ты смотришь на техническую часть, ты разбираешь, как сделана сцена, ты, например, можешь не очень любить фильм, но потом видеть, блин, они 15 минут плюс-минус одним кадром держали тебя в напряжении, ты такой, вот это я понимаю, вообще там, не знаю, сцена в бане, запотевшие вот эти кадры, эти огромные тела или наоборот худенькие тела, вот этот пот, который по ним, и ты сидишь и думаешь, господи, они вот этот пот, они их поливали каждый раз или как это происходило, ну, короче, техническая часть, вот, потом ты, конечно, общий смысл, и здесь, на самом деле, у меня есть какие-то внутренние ориентиры, типа там, ну, какой-то, может быть, базовой внутренней нравственности, я, сходя из нее, оцениваю, хорошо это или плохо, ну, относительно меня, но это супер субъективщина, вот, более профессиональная штука, это объективно, то есть ты можешь сказать, что бедный и несчастный, прикольный, ну, типа технически хорошо сделанный фильм, а дальше уже подключается субъективщина, где я могу сказать, что, ну, вот, например, его позиция, или как рассказана эта женщина, или то, что в конце она такая сидит и улыбается, и ты думаешь, господи, она только что убила человека, и теперь она такая счастливая, что она превратила его в козу, ну, спорненько, очень-очень спорненько для меня, поэтому для меня, как бы фильм перечеркивается этим. Короче, очень сложно, я разбираю фильмы, вот что я поняла, не знаю, нет никакой системы, это все очень сложно. Это гениально, мне просто нечего добавить. Блин, ну, для меня, наверное, хорошее кино, это, ну, хорошее от плохого, для меня, наверное, отделяет степень искренности рассказанной истории. Вот я либо чувствую что-то, когда я ее смотрю, либо я ничего не чувствую. И, как бы, я дальше могу пойти в какие-то сложно, действительно устроенные, я согласна с Сашей, там, у тебя есть личный взгляд, есть профессиональный, вот я, например, как бы, пересматривала сейчас на днях Чернобыль, ну, потому что это веселое, приятное кино для Чернобыль. Это от отца, я так понимаю, все еще. Приятное детское доброе кино. Да, приятное детское доброе кино. Ну, нет, просто там есть телеграм-канал минута в минуту, они делали про Чернобыль, я начиталась, подумала, хочется пересмотреть, пошла пересматривать. И как бы, как лично я подключаюсь и как бы просто смотрю, потому что это как бы очень тонко скроенная как бы такая материя, которая тебя за собой тащит и тащит. Ну, как бы, как профессионал, я начинаю анализировать, я думаю, ну, вот это же, что они такие, а последнюю серию мы соберем как судебную драму, да, как бы, и расскажем вам, как устроен этот, блядь, атомный коллайдер, и все все поймут, а потом еще как бы весь акцент, мы поставим всех этих пяти серий, невероятно точно сделанных, на то, что он будет проговаривать. Диалога очень круто, что он как бы Лего Асов, Лего Асов начинает проговаривать вот это вот. А почему построить, значит, наконечники были графитовые, все к хуям взорвалось, начинает долго рассказывать, ну, потому что у нас, потому же, почему, почему, почему. Он говорит, так почему? Потому что это, блядь, дешевле. Ну, как бы, ты такой, вау, как бы, пять серий мне рассказывали, чтобы одной фразой, как бы, пришпорить все, потому что это дешевле. Ну, как бы, и как профессионал я восхищаюсь, ну, как бы, это очень точно написанная, как бы, штука такая, но, как человек, понятно, что в первую очередь, я смотрю, я понимаю, Я понимаю, что это как-то очень искренне сделано, я чувствую, что происходит на уровне того, что отзывается внутри. Я думаю, что Крейг Мейзен, который прочитал, поскольку он использует все эти истории из этой, как ее зовут, которая увольняет женское лицо, Алексеевич эту книгу про Чернобыль очень много использует, прям куски, очень много документальных этих самых, я думаю, что он просто пережил этот опыт и его переработал очень искренне. Там не происходит того, что происходит с другими сериалами с названием «Чернобыль», где люди почему-то орут, плачут, что-то странное с ним происходит. Это кринш или краш? Там нет такого. Поэтому для меня, наверное, кино – это степень искренности рассказа истории, которые я смотрю, за счет чего я что-то почувствую или останусь равнодушной. Могу даже восхититься технической стороной исполнения, но ничего внутри как бы не переживу. Вот как-то вот так. Ну, я как человек, который занимается тем, что ставит циферки наверху рецензий и пытается понять, хорошее кино или плохое, часто очень сталкиваюсь с вопросом типа «Посоветуй хорошее кино». И я вот готова сделать просто по приколу анкету вопросов этак на 45, чтобы человек ее заполнил, и я только после этого смогу ему что-то порекомендовать, потому что тогда я смогу примерно понять, какое кино для него будет хорошее. Но на самом деле у меня долго очень был стереотип, что если как бы в среде… Блин, это просто психотерапия для кинематографистов. Я думаю, надо делать. Вот у него есть отличный курс, как я поняла. Каждый там бонусом будет вам список. Я просто ради тебя сделаю. Так вот. Как бы была такая… Опять же, это была профдеформация, сейчас она уже отсутствует, но все равно. Из-за того, что киножурналистская среда, она заканчивается вот на пяти пальцах людей, вот как бы все, больше нет никого. Ты примерно смотришь фильм, и вот заходишь потом в телеграм-каналы, и вот спустя пять минут ты знаешь примерно среднюю температуру по комнате, по ощущениям у всех. И сначала, когда ты видишь, что все, допустим, восторженно очень реагируют, ты такой, а мне не понравилось, наверное, со мной что-то не так. И ты начинаешь сидеть и переанализировать фильм, пытаясь найти в нем что-то хорошее. Последней крышкой гроба в недеспособность в этой теории стал Open Gamer, который мне не понравился абсолютно. И я просто все, ну как бы вот все рецензии читала, все такие, но он гений! Я говорю, нет, я через час уже просто вот так сидела. Вот. Но он гений! Но он гений, но скучно же, да, Одури? Однажды я сказала своему другу, что я иду знакомиться с Найей Гусевой, и он мне говорит, а, это, я, к сожалению, не помню фильм, но я говорю, но я вот почитала, что она пишет, блин, так прикольно пишет. Он говорит, да, и она единственная, кто поругал вот какой-то конкретный фильм, где мы были суперсолидарны, он говорит, я такая, блин, да, я точно хочу с ним познакомиться. Так что это классно, когда журналисты честно говорят, Нолан гений! Нолан гений, никто не отрицает. Но! Есть нюанс. Нет, суть в том, что реально, когда ты как бы берешь на себя вот эту тяжелую ношу человека, который должен сказать это хорошо или плохо, ты не можешь ориентироваться ни на что, кроме своих собственных ощущений. И на самом деле для меня такой лакмусовой бумажкой становится… Вот я посмотрела фильм, я задумалась о чем-то после него, или у меня просто вот… Ну, норм. Типа посмотрела, супер, класс. И мне кажется, как только фильм заставляет о чем-то задуматься, скорее всего, это хороший фильм. Потому что, в любом случае, фильм – это высказывание режиссера о чем-то. Даже если это фильм, который наблюдает просто за какой-то бытовой жизнью, скорее всего, он наблюдает за ней именно так, ну, не просто потому, что вот оператор был именно такой. И ровно в тот момент, когда вы начинаете задумываться о какой-то мысли после просмотра, она может не совпадать с вашими соседями по кинотеатральному креслу, она может, более того, абсолютно не совпадать с режиссерской мыслью, которую он туда заложил. Но фильм выполнил свою функцию. Интересно, этим людям понравился «Опенгейм Ремен». И мне кажется, что фильм хороший, когда он, блин, что-то в тебе действительно преломил. Даже если это какие-то ощущения, чувства… Например, я очень люблю фильм после Янга, и я на нем реву, как мразь последняя каждый раз, когда смотрю, я смотрел раз четыре, и я просто каждый раз в слюнях-соплях, когда там листочек типа падает вот так, и я просто меня в слюне. Но как бы многим очень… Многие не разделяют эту точку зрения, им этот фильм кажется очень бессмысленным. Мне он таким не кажется, потому что у нас разный бэкграунд, поэтому у нас и фильмы разные. Мне вот, например, понравилась переделка «Дома с привидениями», которая черная комедия. Я десять ей поставила на кинопоиски. Вот и что. Я вообще десятки поставила только «Гадару», «Леди и бродяге» и своим фильмом. Я поставила десятки только своим фильмом. А у меня нет своего кино, я в выигрышной позиции. Ты можешь нашему поставить. Давайте вопросы из зала покажем. Здравствуйте. Наверное, стоит представиться. Меня зовут Милена. И на данный момент я студентка высшей школы экономики, факультета урбанистики, но это неважно. Сейчас мы на нашем предмете гендерные исследования проводим реальное исследование нашей группы студентов. И на повестке дня у нас оказались сериалы для женщин. И очень долгая была полемика по поводу сериала, как раз упомянутой Марии Германики, которую я на самом деле абсолютно обожаю. И ее сериала «Обоюдное согласие». И очень долго мы не могли определиться, что нам хочется обозревать, потому что тема исследования — это мужские и женские образы в российском кинематографе, в современном и не очень современном. И, в общем, мы долго не могли определиться между режиссерами, потому что мы выбирали между Дмитрием Грибановым и его сериалом «Два холма», который сейчас очень сильно форсится. На самом деле мой ненавистный сериал. И получается как раз «Мария Германики» и «Обоюдное согласие». И вот мне очень интересно ваше личное профессиональное мнение о том, где, то есть если вы, конечно, смотрели, да, где лучше, получается, раскрыты мужские и женские образы, пожалуйста, очень важно. Потому что сериалы как бы кастятся… Потому что вам курсовую сдавать, я надеюсь? Было бы, конечно, чудесно, да. Получается, что было бы лучше обозревать в плане как раз как сериал для женщин «Обоюдное согласие» Марии Гай Германики или «Два холма» Грибанова? Я вспомнила все свои материалы, которые я писала про эти проекты. В общем, дело в том, что это два проекта абсолютно разных вообще по всем фронтам. «Два холма» – это комедийный сериал, ну, для кого-то мы, видимо, комедийный, я не знаю, который подразумевает под собой определенную аудиторию. У этих сериалов абсолютно разная аудитория по возрасту, по жизненным принципам, по каким-то моральным устоям. И гендерная аудитория у них тоже разная. Если посмотреть, у «Кинопоиска» есть индекс «Кинопоиск PRO», по-моему, он называется. И, в общем, если там как-то пошарится, то в этом индексе есть в том числе гендерное разграничение процентное, кто как смотрит. Очень интересно. Я не скажу вам по этим проектам, как бы то, что не хочу брать, но, в общем, проверите. Мне кажется, это интересная история. Дело в том, что, как мне кажется, было бы круто взять оба этих проекта, потому что они разные, и они выходят в одно время, но при этом они работают с темой там мужского и женского вообще по-разному. Прямо абсолютно. Ну, то есть это как будто выбор между, я не знаю, ну типа крокодилом и чаем. Но это разные вещи. Как тут можно выбрать? Поэтому, как мне кажется, это было бы здорово посмотреть в параллели. И вообще, в принципе, проанализировать то, почему, допустим, в этом сериале комедийном женщины изображаются вот так, что они там, ну, все мужчины умерли, и вот они не справляются без мужчин, и мужчины у нас теперь это обезьяны. Это я сюжет сериала пересказываю, а не сама придумываю, если что. Это одна функция, потому что комедийный жанр в России это вообще нечто. Его как бы стоит по-разному исследовать. Обоюдное согласие это, скажем так, это как бы новая волна сериалов названная, потому что, ну, мы недавно начали такие темы серьезные затрагивать в каких-то подобных массовых проектах. Это массовые проекты, это не авторское кино все-таки, которые там полтора землекопа посмотрят, но вот что-то поймут. Нет, это массовый сериал, который на Кионе выходит на большого зрителя. Поэтому мне кажется, что нет смысла выбирать, и у вас может получиться очень интересная параллель, потому что все-таки, насколько я понимаю, гендерные исследования, ну, в параллели обычно работают, вот. Я просто планирую в вышку на культурологию по этой же теме поступать. Вы потом напишите мне в Телеграм. Выбирайте сердцем. Да, давайте следующий вопрос. Я думаю, Ная исчерпывающе ответила. Более чем. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, как с вами общаться-то. Можете обращаться ко мне по имени Марика. Марика, очень приятно. Во-первых, очень большое спасибо, что вы нам так подробно рассказываете о своем опыте с разных сторон взаимодействия с таким прекрасным искусством, как кино. Мой вопрос в чем? Наш замечательный модератор Кирилл заметил интересную вещь, которая меня сильно взбудоражила и действительно меня волнует. есть стереотипы о том, что режиссер может довести до слез кого-то, кого нужно. Кинокритик может быть резок и точен в своих высказываниях. Сценарий может быть напит... Ну, в общем, вы понимаете. Для меня очень важный вопрос, поскольку это еще, наверное, к теме женского присутствия в кино. Насколько вы, каждый из вас, и действительно мне хочется услышать честный ответ, приемлите насилие в киноискусстве? Насколько это можно убить лошадь? Насколько можно быть жестким и хлестким на площадке, довести кого-то до слез? Приемлите ли вы насилие на площадке во время жизни кино, в его пост жизни как кинокритик, кинообзреватель? Очень интересный вопрос. И второй, наверное, вопрос. Есть ли у вас какой-то прожектор внутренних тем, как, например... Кажется, на который мы уже не успеваем ответить. Ну, я сразу выпалю два, чтобы было комфортно. Есть ли какой-то прожектор внутренний интересующего вас кино, в смысле и тем, которые болят внутри вас лично, как там, я не знаю, у Дмитрия Крымова, например, он выбирает темы, на которые он будет ставить спектакли, исходя из того, что у него болит. Есть ли у вас такие темы, которые вы хотите делать, хотите снимать, и какая у вас внутренняя боль? Спасибо. Так как у нас осталось, видимо, две минуты, я скажу так. На второй вопрос вы можете перейти в наш телеграм-канал и прочитать ответ там. Я думаю, каждый из нас выскажется на темы, которые у нее болят, и о которых она хотела бы поговорить. Вот. И это такая микрореклама. Ты имеешь в виду в моем телеграм-канале про шмотки? Я там расскажу все о том, что у меня болит по поводу того, что мне не хватает денег на шмотки. Вот. Нет, я не приемлю насилие. Убивать лошади животных абсолютно ужасно и жестоко нельзя. Доводить актера до слез, к сожалению, можно, но в смысле того, что это сцена, которую надо играть, и там обычно бывает такое, что нужны слезы. Вот. Бывает для того, чтобы… Ну, актер сам себя накачивает или ты его накачиваешь, но это ваша такая договоренность. Вот. Бить актера или бить кого-либо на площадке, обливать кофе или прочую херню делать нельзя. Да, у меня тоже как бы по поводу болящих тем, мне кажется, они образовываются просто по ходу жизни. То есть я не могу как в Крыму сесть и запланировать на 5 лет вперед, что следующие 5 лет меня будут волновать. Но, типа, просто приходит идея, и я ее реализовываю. И она, скорее всего, 100% каким-то образом завязана на мое личное, как бы, подключение, ощущение и так далее. Это коротко на второй вопрос. А на первый, мне кажется, что насилие не нужно, на самом деле, для того, чтобы существовало искусство. Мне кажется, искусство может идти, а, не из страданий, не обязательно страдать, чтобы писать круто, не обязательно бухать, чтобы писать круто, не обязательно кого-то бить, чтобы снимать крутое кино. Мне кажется, что, как бы, как в этом великом анекдоте, попробуйте это просто, блядь, сыграть. Ну, как бы, попробуйте это просто придумать. Ну, как бы, да, подключая свой личный опыт, но я считаю, что насилие ни в какой форме, ну, как бы, неприемлемо не потому, что это опять какая-то, как бы, повесточка там или что-то, а потому что просто, ну, зачем, ну, как бы, это не, это не про какой-то опыт, который тебя двигает вперед и делает счастливее тебя и мир, да, как бы, поэтому я не вижу в этом оправданности ни в коей мере. — Насилие неприемлемо, но поскольку я не режиссер, мое насилие — это честность в рецензиях, поэтому у меня есть список режиссеров, которые меня обижены и говорили мне об этом в лицо, и не только режиссеров. Вот такое у меня насилие в моем плане. Что касается какого-то прожектора, Парис Хилтон закрылся, прожектора больше нет, это во-первых. Во-вторых, есть прожектор, который заключается в списке фильмов, на которые надо рецензию написать. Вот такой у меня прожектор, а обычно они сами как-то внезапным образом совпадают с тем, что происходит в голове, и всегда можно найти что-то в любом фильме, потому что, ну, как бы, психологическая теория о том, что ты начинаешь видеть все, о чем ты думаешь, чаще, когда тебя это волнует. Ну, вот, как бы, фильмы работают точно так же. Я думаю, насилию нет. Насилию нет, и чтобы насилие не произошло, нам придется освободить площадку, а то музыкантов много, они сильные. Спасибо. Саша Кармаева, Лиза Тихменева, Ная Гусева. Приходите к нам. Ура!